Здравствуйте, мои маленькие ученики! Мальчики и девочки! Мяу! Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Здравствуйте, девочки и здравствуйте, мальчики! Hello, boys and girls! Да, это тебя прорвало. Это же урок был, да? Здравствуйте, Катя! Начинаем наш урок. Сегодня мы продолжим изучать английский язык. Послушайте одно стихотворение, которое я приготовила для вас. Посмотри скорее лук, ты увидишь книгу, бук. В книжке Мишка, a bear, и зайчонок, a hair. Ну-ка, наш англичанин сможет повторить все только что сказанное? Конечно, смогу. Итак, повторяем новые слова. А вы, ребята, вместе с нами. Это кукла, a doll. Это мячик, a ball. Ну, а мышка, a mouse, бежит в домик. A house. Мяу! Мышка в домик. Мяу! Мяу! Повторяем слова. A doll. Кукла. Мяу! Э doll. Кукла. Э-бол. Мячик. Э-бол. Мячик. Э-маус. Мышка. Э-маус. Как Микки Маус. Мышка. Э-хаус. Дом. Э-хаус. Дом. Коты очень любят. Они же домашние животные. А сейчас послушайте интересное стихотворение. Зачем же нужно изучать английский язык? Ммм, здорово. Интересно. Я вот, между прочим, уже давно знаю, зачем нужно изучать английский язык. Интересно, в этом стихотворении будет отражено. Я повторяю по утрам. My name is Nathalie. I like. Забыла, как гулять. Мамуля, подскажи. My cat, my mother. Много слов мне надо повторить. Но почему и для чего должна я все учить? Сказала мама. Не ленись. Английский нужен всем. Побольше с малых лет трудись. Потом поймешь зачем. Вот папа твой достиг всего, учиться не ленился. Но если б он английский знал, то б большего добился. Правильно. Нельзя лениться. Надо учиться, учиться и еще раз учиться. Особенно английскому. Лень – это плохо. Да, хорошо сказал, между прочим. Да, где-то я уже слышала эту фразу. Английский в жизни пригодится. На отдыхе как объясниться. Глазами хлопать и стоять. Лишь улыбаться и моргать. И делать вид, что понимаешь. Стоишь и вывески читаешь. Каким-то жестом объяснился. И думаешь, поговорил. Язык английский изучайте. Знакомство с English углубляйте. Как за основу вы считаете. И в жизни он вам пригодится. Знакомый даже удивится. Уверенно вы говорите. Читайте и произносите. Английский стал нам как родной. Теперь мы знаем, дорогой. Еще бы. Сколько мы с тобой. Еще бы. Сколько мы с тобой. Оф, как родной стал. Да, язык. А теперь посмотрим с вами на экран. Что у нас с вами получается из этого стихотворения? Английский язык изучайте. Мяу. Действительно. Получается очень-очень хорошая и нужная необходимая фраза. Оф, да. И английский язык изучайте. Да, правда. А теперь давайте все вместе послушаем веселые песенки. О, ой, веселые песенки. Это всегда. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-хорошо. Оф. Тогда слушаем. Ну что ж, а сейчас наш урок подошел к концу. И нам пора прощаться с нашими малышами. Мальчики и девочки, до свидания. А сейчас с вами попрощается... По-английски попрощается мой приятель... Что ты, что ты? Я по-английски попрощаюсь. Goodbye, boys and girls. Всего вам самого доброго, малыши. Учите английский. Пока.